Девушки отдыхают Каждое утро они будут рассказывать вам о том, что происходит за этими закрытыми дверями, о закулисье утреннего города и о том, сколько невероятных возможностей большой город готов предоставить вам сегодня. Этим утром с вами Сергей Шубенков и Виктория Панина. Сегодня в программе. Проснуться вместе с легендой автомобилестроения. Репортаж из крупнейшего в Европе музея старинных машин. Кулинарное приключение француза в России. Кухня молодого дома. В гостях у известного российского дизайнера Виктории Андриановой. Ламбада-маркет. Прогулка по московским бульварам со вкусом. Подвезти? Куда ты меня собралась везти на этой колымаге? Эта колымага уже 77 лет ездит, а твоя новенькая, судя по всему, каждый месяц ломается. Ну ладно, не острим. Давай ты меня до сервиса подбросишь, хорошо? Подожди, подожди ты со своим сервисом. У меня есть идея получше. Сейчас я тебя в такое место отвезу. В такое место? В музей, пожалуйста. До открытия музея техники Вадима Задорожного остается еще несколько часов. Но его сотрудники уже на работе. Приводят в порядок огромную прилегающую территорию и музейные экспонаты. Каждое утро в нашем музее начинается с любовной чистки, протирки, полировки автомобилей. Поэтому сейчас они выглядят такими вот блестящими, вкусными конфетками. Ну а тогда машины, конечно, такими блестящими не были. Краски были достаточно тусклые, матовые. Полировать машины – очень ответственная работа. Важно не поцарапать краску, не повредить случайным движением кожаную обшивку и другие хрупкие детали. Поэтому прикасаться, а тем более садиться за руль этих люксовых авто, посетителям строго запрещено. Но не нашим ведущим. Музей Вадима Задорожного – крупнейший музей техники в Восточной Европе. А началось все с первой машины, которую владелец музея нашел и отреставрировал. Перед нами автомобиль BMW Dixie DA3, версия Warburg. Машину нашли в начале 2000-х годов в Белоруссии, недалеко от Минска, в полностью разобранном состоянии. Ну а кузов автомобиля, когда мы ее нашли, служил корытом для поросят. Вот отсюда ели свиньи. Я недавно был на московском автосалоне. Это, конечно, круто. Такой дизайн, мощности, ну и цены соответствующие. Но прикольно, мне очень понравилось. Ты знаешь, многие из местных экземпляров стоят даже больше. По поводу дизайна, да, тут, конечно, все на любителя. А что касается мощности, даже не спорь. Так они что, они работают? Да! Классно. Не ожидал. Первый экспонат был куплен по цене металлолома. А сейчас его стоимость превышает 100 тысяч евро. Вся коллекция оценивается более чем в 100 миллионов евро. И это не считая мотоциклов, самолетов и боевой техники. Прежде чем оказаться под лучами музейных софитов, многие экспонаты восстанавливаются в реставрационной мастерской практически из небытия по найденным чертежам и фотографиям. Этот остов автомобиля, похожий на останки мамонта, меньше чем через полгода превратится вот в такой роскошный хорь. Вообще история автомобиля следующая. Немецкий промышленник заказал две машины данного типика кузова для себя и для любимой жены. Началась война, и, к сожалению, они были вынуждены, опять же, уехать из Германии. А машины остались в Германии, пережили войну. И машина изначально была сделана как грузовик. То есть ей приварили борта, и она возила медикаменты для службы в Германии. В таком именно состоянии мы нашли эту машину. Потом снова окропотливая реставрация, восстановительные работы, и машинка перед нами, опять же, в оригинальном состоянии, единственная сохранившаяся. Есть в коллекции и свои кинозвезды. Дедуля, дедуль, а не подскажете, как пройти в библиотеку? Виктория, очень приятно. Спортсменка, комсомолка и просто красавица. Шляпу сними. Шляпу, говорю, сними. Постой, паровоз, не стучите колеса. Кондуктор, нажми на тормоза. А это легендарная машина Сталина. Бронированный ЗИС. Самая дорогая машина коллекции. И по историческим меркам, и по стоимости. Ну, а вот эта машина, знаешь, она слишком большая. Она очень огромная. На дороге она не маневренная совершенно. Поэтому, ну, так себе машина. Не очень. Ну, вообще, это машина Сталина. Ну, так я говорю, что машина хорошая, машина большая, мощная, громадная, маневренная, удобная. Машина лидера. Вот классная машина. Я вот это имел в виду. Очень хорошая. Очень нравится мне. На ходу не только ретроавтомобили, но и большая часть военной техники, которая ежегодно участвует в реконструкциях и парадах на Красной площади 7 ноября. Военную технику может потрогать любой посетитель. Это ценят и взрослые, и дети. А вот, кстати, и они. А для любителей военной экзотики во дворе открыта военно-полевая кухня. Здесь можно отведать гречневые каши солдатской с тушенкой и фронтовые 100 грамм. Аромат душистой гречневой каши разносится на всю территорию музея. Многие ранние посетители буквально идут на этот запах, решив сначала подкрепиться. Вот такое утро с фронтовым завтраком. Ой, слушай, каши очень вкусные. Ой, спасибо тебе большое, что привезла меня вот в это место. Здесь, ну, видно, что люди понимают в технике, любят ее. И мне даже стало как-то, ну, что ли, жалко свою машину. Я у нее какой-то неказистый, безлаберный такой хозяин, понимаешь, о чем я говорю? Я понимаю, ты просто к ней относишься как к машине. А как надо? Надо как к машине. Заботиться о ней, любить ее, холить, леветь, внимание уделять. Ну, что, кашу-то не ешь. Кашу, ешь? Слушай, не знаю, ну, как-то каша с мясом на завтрак для меня перебор. Ну, знаешь, если бы можно было блинчиков где-нибудь достать? Блинчиков достать. Блинчики! Утро для француза Винсана Демия начинается с уборки. Он приводит в порядок свое небольшое кафе в саду Эрмитаж. Через неделю на территории парка закончится ремонт, и Винсан будет готов принимать гостей. Во Франции Винсан продавал недвижимость и вел размеренный образ жизни. Но год назад, бросив все дела в Париже, вместе с приятелем переехал в Россию. Я хотел просто в России, мне было очень интересно. Хотел говорить по-русски, учить русская культура и все. Поиски работы для французского риэлтора затянулись на месяцы. Пора было решать, возвращаться домой или вместе с другом срочно придумать оригинальную бизнес-идею. Что мы здесь можем делать с нашей руки? И он мне сказал, Винсент, мы можем готовить блин, и ты знаешь, как делать. Я сказал, правильно, давай. И мы поехали на улицу, и мы готовили на улицу. Свой первый блин друзья испекли прямо в центре Москвы. И вопреки всем приметам, он не оказался комом. Те, кто успел попробовать, стали просить ребят приехать еще. Мы начали пить блины на улице, люди остановили, посмотрели, спросили, а где, кто вы? Мы французы, мы готовили блины. Потом много людей написали на Фейсбук, ВКонтакте, Инстаграм. И день потом много людей еще пришли. Винсан уже освоил несколько столичных точек. Впору было расширять бизнес, и к блинам добавились французские вафли. С клиентами перебоев не бывает. Тем более, что у поваров нет фиксированной цены. Они предлагают заплатить каждому, кто сколько сможет. И при этом в накладе не остаются. Кто-то платит меньше, кто-то больше. В итоге получается баланс. Нас иногда приглашают на офис или вечеринка, или в клуб, где готовят блины для ребят. В России блины по праву считаются национальным блюдом. Даже в Европе слово «блин» используют для русского варианта этого блюда. Но Винсану нравится думать, что его блины – истинно французский вариант. Просто я знаю, что наши блины очень вкусные, и все натурально. И мы сам готовим все. Тогда и будет тоже французская душа. А еще французские блины может попробовать каждый. Например, у себя в офисе. Для этого лишь надо связаться с Винсаном и пригласить его на бизнес-ланч. Нас иногда приглашают на офис, или вечеринка, или в клуб, где готовят блины для ребят. Винсан приезжает с небольшой самодельной блиницей. Но, несмотря на скромные габариты, весит она 30 килограммов. Поэтому главное условие – наличие крепкого стола. Вы голодны? Очень. Очень? Окей, сколько вы ели? Раз, два, три, четыре, четыре. Как выяснилось, в рамках русско-французской гастрономической дружбы вкусы их и наши не такие уж и разные. Мне кажется, что четыре русских, пожалуйста. Но все, мой мир рухнул. Французы пекут русские блины. Это конец просто, все. Это еще что? Русские шьют одежду и успешно продают ее во Франции. Ты, конечно, ври. Но не завирайся. Спорим? Да легко, пожалуйста. Разбей. Сегодняшнее утро мы встречаем у известного модельера Виктории Андреяновой. Доброе утро. Пройдемте. Дом я вам потом покажу. Сейчас сразу готовится к завтраку. Сама она по утрам пьет коктейль модного зеленого цвета. Ингредиенты собственного участка. Соф, пойдем собирать травки. Вот у нас салат. Для напитка подойдет любая зелень. Фрукты добавляются по вкусу. Приготовление напитка занимает всего 10 минут. Такого завтрака Виктории хватает до обеда. Полученные калории тут же сжигает. Ну вот так. Главное, чтобы найти, к чему прицепиться ногами. Кстати, это мой дизайн. Утро Виктории обычно начинается в 8 часов. У меня будет мама. Звонком по телефону. Потому что ей трудно подняться на второй этаж. Вот. Чем берет на себя первое раздражение. Младшая дочь Елизавета просыпается гораздо позже. И перед завтраком обращается к маме за профессиональным советом. Лиза – будущий дизайнер одежды. Ну, а тебе какая больше нравится тема? Вот. Вообще вот эта. К маминым советам дочка прислушивается очень внимательно. В мире моды она для нее главный авторитет. А вот пристрастий в еде не разделяет. Завтракать будем? О, да. Зеленый коктейль? Нет. Хорошо. Блинчики с мясом. Несколько лет назад Виктория перебралась за город. Говорит, что на свежем воздухе вдохновение посещает ее чаще, чем в городе. Утро – это такое волшебное время. Если удается выкрыть час какой-то для работы, то удивительно, вот как здесь работается. Наступает полдень. И главный вопрос – в чем пойти? Даже модельеру сделать правильный выбор непросто. Среди своих же вещей. Я так подумаю, что это будет что-то черное внутри. Ну, скорее всего, брюки и топ. А сверху – кардиган. Только я еще не сделала выбор между вот этим и этим. Сегодня Виктория едет на выставку. А потом в течение дня еще несколько деловых встреч. Здравствуйте. Вот здесь, на СПМ. Наша коллекция. Очень удачно под французским флагом. Этой весной Виктория впервые приняла участие в международной выставке дизайнерской одежды в Париже. Сегодня азы поведения на выставочной площадке проходит и дочка Лиза. Это отличная школа для молодого дизайнера. Вот такое пальто. Это шерсть с кашемером. Очень такой ласковый материал. И здесь форма такого хорошего объема. И вы видите, даже со свитшотом очень мощным. В общем, достаточно легко все это оделось. Для создания новых коллекций нужны впечатления. Виктория постоянно в движении. Старается сделать так, чтобы следующее утро чем-то отличалось от предыдущего. Но есть несколько аспектов, которые остаются неизменными. Мое утро – это, конечно, зеленый коктейль. Мои дети, мои собаки. Свежий воздух. Да уж. Вот мне тоже хочется иметь в своем гардеробе что-то модное, современное. А то вот, видишь, купил вещи, как все, в торговом центре. Ну, соответственно, и выгляжу, как все. А вот мне, Сереж, наоборот, нравятся винтажные вещи с историей. Винтажные автомобили, винтажные вещи. Тебе самой-то не кажется, что любовь ко всему винтажному уже вышла из моды и сама стала какой-то винтажной? Нет, брось, это все ерунда. Многие люди тебе, наоборот, докажут, что винтаж только-только входит в моду. Пусть попробуют. Говорят, что новое, хорошо забытое старое. На Ломбадо-маркете забыть это старое не дают. Прошли времена барахолок и ломбардов. Теперь винтажные вещи от украшений до посуды можно купить здесь, на дизайнерском фестивале. Кстати, старинные камеи, серьги с жемчугом и вязаные шали покупают чаще всего молодые люди. Вот так, с легкой винтажной руки, молодая девушка может превратиться в элегантную бабушку. Это серебро с натуральным жемчугом. Здесь розовое жемчужное, здесь белое. Ломбадо устраивают регулярно раз в месяц. И это даже не ярмарка, а приятная прогулка по центру города. Здесь можно встретить как охотников за эксклюзивными вещами, так и семейные пары с детьми, для которых, кстати, сделали отдельную игровую зону. И еще тех, кто пришел не за покупками, а скорее просто посмотреть и померить. Российские дизайнеры – люди дружелюбные и компанейские. Наверное, поэтому они так любят собираться на фестивалях, чтобы продемонстрировать свои таланты. Дизайнерское здесь все. И платья, и сумки, и украшения. А вот, например, кусок дизайнерского торта. Не желаете? Мы делаем уникальные десерты органические, с добавлением различных трав и специй. И наш профиль – это интересное сочетание на базе тартов. С ними мы экспериментируем, стараемся подчеркивать оригинальный вкус продукта, при этом создаем интересные, нестандартные сочетания, диковинные сочетания для нашего потребителя. Российский потребитель. Что ты знаешь о чизкейках и маффинах? Если судить по длинной очереди из любопытных и голодных – очень мало. Авторские рецепты смело сочетают ваниль и свежие помидоры, морскую соль и взбитые сливки, острый перец и козий сыр. В общем, удивляют повара по-нашему. По-дизайнерски. Это шоколадный тарт с сыром горгонзола и свежим инжиром, банановым паршем с мороженым кремом. Диковинные комбинации здесь не только в оригинальной кухне. Досталось и одежде, и аксессуарам. Рюкзаки с пришитой дополнительной парой рук соседствуют с винтажными украшениями. А рядом – вещи из органических материалов. В общем, настоящий разгул авторской мысли. Оказалось, в наш век интернет-продаж дизайнеру все равно важно знать, кто именно покупает его продукцию. Так сказать, заглянуть клиенту в глаза. Мне интересно смотреть, кто мой покупатель. Мы знакомимся с ним, я понимаю, что ему нравится, что ему не нравится напрямую. И мне кажется, это как бы повод очень такой серьезной для участия. Автор на фестивале еще и стилист, и даже модный инструктор. А что поделать, если редкий покупатель с первого взгляда догадается, что с чем носить, а главное, как это надевать и куда крепить? Как выяснилось, дизайнеры – люди самоотверженные. Чтобы сделать соотечественников моднее, нужно проехать не одну страну, собрать несколько коллекций и только потом нести тренды в массы. Я привожу украшения из разных стран, из разных столиц. Это Гонконг, Нью-Йорк, Лондон, Париж, Тель-Авиз. Из Эдинбурга даже есть украшения. Мода – дама с изменчивым маршрутом. И дизайнеры пытаются догнать и обогнать ее на всех направлениях. И оценивая количество людей, которые посещают фестиваль, понимаешь, что эксклюзив становится мейнстримом, а значит, без дела авторы не останутся. Вау, это что, у тебя ламба дарит? Да, ламба. Причем играет с телефона. Я как в 89-й год сейчас окунулся. Но ощущения все равно какие-то новые. А-а-а, вот это звук. Понятно. А, так это же новая док-станция для смартфона от Sony. Знаю-знаю. Очень удобная, продвинутая система связи с смартфоном. Обеспечивается через Bluetooth. Можно не только слушать музыку с телефона, но и пользоваться навигацией, звонить, отправлять смс. И ездить, наверное, на машине можно. Она ездит вообще, нет? Ездит, ездит. А еще можно слушать CD. Оп. Ах, удобно. Да, конечно, ретро-каром такие технологии не снились. Ну, а мы надеемся, что этим утром разбудили вас. Хорошего вам дня, друзья. Пока. Слушай, это просто гигантская колонка, или она ездит? Обижаешь. Конечно, ездит. Давай, плачу. Вези меня, имщик. Продолжение следует... Субтитры подогнал «Симон»